Хотите порадовать семью вкусным завтраком по-французски? Тогда стоит позаботиться об этом заранее и немного подготовить ингредиенты. Расскажу о рецепте, как приготовить французские тосты к завтраку. Подавать тосты стоит горячими, пока они сохраняют сочность и мягкость. Можно их подать с ягодами, вареньем, а также с яйцом или сосисками. Можно использовать белый батон или хлеб, только не багет, он очень мягкий. Подготовка займет у вас около суток, а вот сам процесс не более 15 минут. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Смешайте молоко со сливками, яйцами, сахарным песком, ванильным экстрактом. Нарежьте ломтики батона и уложите их в глубокую емкость. 2. Залейте ломтики приготовленной смесью, чтобы они полностью были покрыты. Если нет подходящей формы, выложите их в пакет и залейте, оставьте в холодильнике на день или на ночь. 3. Муку усмешайте с сахарной пудрой, посыпьте половиной приготовленной смесью каждый ломтик. 4. Толстую сковороду разогрейте со сливочным маслом, в кипящее масло выложите кусочки батона, подписавшимся, больше вкусностей. 5. Посыпьте батон оставшейся смесью из мюки и сахарной пудры, обжаривайте с каждой стороны около 3-5 минуты, проверяйте, чтобы тосты не сгорели. 6. Отправьте сковороду в духовку, запекайте 8-10 минут при 200-230 градусах. 7. Подавайте французские тосты сразу после приготовления. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Молоко 0,5 стакана, сливки жирные 0,5 стакана, яйца 2 штуки, сахар 3 столовые ложки, экстракт ванили 1 чайная ложка, сливочное масло 2 столовые ложки, мука 1 столовая ложка, батон 2 ломтика, сахарная пудра 1 чайная ложка, количество порций 1. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которые поможет вам вкусно готовить. Друзья, жду вас снова. Друзья, жду вас снова. Друзья, жду вас снова. Друзья, жду вас снова. Продолжение следует...